Детская библиотека номер 9 округа Майская горка представляет вашему вниманию обзор книг Елены Васильевны Габовой Школьные годы не детские Школьная жизнь старшеклассников каждый день наполнена множеством ярких событий Мир подростков сосредоточен не только на уроках Мальчишки и девчонки общаются, находят друзей, раскрывают свои таланты, развлекаются Но иногда случаются и горести, разочарования, возникают проблемы непонимания между детьми и взрослыми Конфликты со сверстниками И, конечно же, первая любовь, которая многих настигает в школьные годы Героям книг замечательной российской писательницы Елены Васильевны Габовой Подросткам тоже свойственно ошибаться и искать себя Решать вопросы в общении друг с другом и со взрослыми Надеяться и верить Ее книги наполнены серьезными размышлениями о непростой паре взросления И о первых чувствах молодых людей Это настоящие пособия для подростков Елена Васильевна Габова Заслуженный работник культуры Российской Федерации Член Союза писателей России Родилась она 7 июня 1952 года в Сыктывкаре В этом году у нее юбилей Книги Елены Габовой переводились на языки народов России На немецкие, японские, финские и другие языки Елена Васильевна – лауреат многих престижных литературных наград Особенно дорогая премия имени Владислава Крапивина Медаль с изображением мальчика со шпагой Одного из самых любимых героев мальчишек и девчонок Уже нескольких поколений Ей вручил сам Владислав Петрович Эта премия присуждена ей за книги Исповедущие доброту, совестливость и уважение к людям Герои-писательницы – очень разные подростки Одни живут в нормальной семье, другие в неполной Кто-то дорог своим родителям На кого-то близкие не обращают особого внимания Есть такие, кто учится в престижной гимназии И является любимцем класса А есть и изгои в обычной школе Объединяет героев Габовой одно Неравнодушие подростков к себе К своей личности К тому, что происходит в их душах И почти всегда персонажи повестей Находят в себе мужество признать ошибки Раскаются в том, что были несправедливы к друзьям и близким Поступали неправильно Предлагаем совершить путешествие По страницам произведений Елены Габовой Двойка по поведению В книгу вошли 11 рассказов О любви, дружбе, человеческих взаимоотношениях В юности жизнь предлагает множество задачек От решения которых зависит, каким человек станет в будущем Научится ли он верности, состраданию, любви В рассказах Елены Габовой действие происходит в школе Но уроки – это лишь фон, на котором разворачиваются Историю любви, ревности, дружбы и предательства Рассказ «Не пускайте рыжую на озеро» Говорят, что рыжих любит само солнце Да и сами они, как солнечные лучики Но всегда ли рыжие получают за свою солнечность светлый прием от других? Светлана, героиня повести «Не пускайте рыжую на озеро» Ощутила горечь отчуждения Горечь одиночества И тягучая, преследующая, повсюду обидная Рыжая Дождь из прошлого века В книгу вошли три повести, объединенные темой поиска личного счастья Героиня повести «Москва слезам верит» Ярослава – провинциальная школьница Она едет в Москву на каникулы Москва предлагает развлечения, способные изменить ее мнение как о себе, так и о своих одноклассниках Героине приходится задуматься Хватит ли ей сил справиться с проблемами в одиночку Ведь друзья не всегда могут догадаться о твоей беде Иногда нужно отбросить ложную гордость и позвать их на помощь Игорь Агафонов из повести «Дождь из прошлого века» Страдает от того, что растет без отца И главное, мама ему ничего не рассказывает Но вот тайна его рождения открывается Герой повести решает две проблемы Определяя свое собственное отношение к неведомому отцу И дружбе с девочкой, чьи нравственные правила не вписываются в его мировоззрение В ожидании алых парусов История про десятиклассников Это время ошибок открытий первой любви Героиня лишь поделилась своими мыслями с бумагой в состоянии стресса А учительница решила прочесть сочинение в классе Как образец искренности и хорошего слога Так девочка становится в классе изгоем В книгу «Просто про любовь» вошли две повести О любви, удивительно точно передающие настроения подростков Дуб Толик Сергеевич Герои повести старшеклассники Толик и Тамара Нечаянно поссорились и пытаются помириться Автор поднимает проблемы истинной и мнимой дружбы Воспитание терпимости к людям иной национальности Силы и слабости человека Книга читается на одном дыхании И оставляет светлое настроение Переплетающееся с собственными воспоминаниями, мыслями и размышлениями Именно то, что должно быть в хорошей книге В повести «И отец мой, и мама моя» Писательница блестяще передает чувство подростка В один из неприятных моментов во время развода родителей Героиня этой повести Марина попала в весьма неординарную семейную ситуацию Она живет с отцом в небольшом северном городке Отдельно от брата и мамы Ни Марину, ни братька такое положение дел не устраивает Но взрослые с их желаниями считаться не собираются Взаимоотношения подростка и жестокого мира взрослых Пожалуй, главная тема повести Отпусти меня Противоречивая история о первой любви Ты любишь одноклассника Не можешь прожить без него ни дня Но полностью отдаться этой любви нельзя Потому что не принято Десятый класс, а и взрослые все еще считают вас детьми Потому что просто страшно Ты шарахаешься от него при встречах Всеми силами, всеми поступками Показываешь, что он для тебя никто Ты улетаешь от него вдалеко В другой город Ты бежишь от него Но поможет ли это физическое бегство? Разве от себя убежишь? В книгу «Плыли облака» включены две повести Плыли облака и беличья шкурка В Сибири и на севере нашей страны Сохранилось бескрайнее море лесов Где, к сожалению, нередко теряются люди Идут за грибами на прогулку И пропадают, заблудившись Их ищут сотни добровольцев Но порой безрезультатно Яна и Володя тоже заблудились в лесу Подросткам приходится пробыть Одним в тайге несколько месяцев Преодолевая трудности Постигая мудрость и суровость тайги Не ссорясь, а помогая друг другу Повесть «Беличья шкурка» О первом трепетном чувстве Между девятиклассниками Надкой и Йоркой Кажется, выстрелишь в белку И удивишь одноклассника своей удалью Но не всегда получается так, как хочется Книга о девочке-подростке Из небольшого северного городка У Надки есть папа-охотник Который лучше всех ее понимает Есть подруги И любовь самая первая Мальчик из параллельного класса Это новое чувство Заставляет Надку задуматься Над тем, что ценно на самом деле Две повести о школьных буднях Чайка с застывшим взглядом И ты же мне друг Совсем не случайно встретились под одной обложкой Обе они о дружбе, предательстве, об умении сострадать Как мы выбираем себе друзей? Почему выбирают в друзья нас? Так ли хорошо мы знаем своих друзей? Вот такие вопросы возникают при чтении повести Порой в жизни случается так, что невинная забава оборачивается серьезным испытанием И, казалось бы, крепкая дружба рушится, как карточный домик Чайка с застывшим взглядом Это история о семиклассницах Решивших поиграть в телефон доверия И очень скоро Убедившихся, что чувствами не играют А еще о том Что все на свете Одинаково любят, надеются и страдают Всем одинаково больно Ведь ты же мне друг Если героине предыдущей повести посчастливилось найти друга То главный персонаж этого произведения, Денис, друга напротив теряет Дениса только что перевели учиться в престижный лицей В его жизни все хорошо А то, что пока еще не удалось найти друзей в новом классе Пустяки И вдруг в благополучную жизнь под русско врываются неприятности Звонки с угрозами и требованиями денег Кто придет на помощь А кто окажется предателем Одни выбирают простой и короткий путь к успеху Другие умеют радоваться простым вещам Не хватает звезд с неба Зато не предают друзей Школьные годы недетские Повесть представляет собой записки О повседневной жизни старшеклассницы-выпускницы Риты Игнатовой Дома у девочки протекает безрадостная жизнь Пьющий отец периодически избивает мать И Рита вынуждена почти еженедельно вызывать милицию В школе жизнь значительно веселее То и дело ссорятся и мирятся одноклассницы Возникают и тут же рушатся первые сердечные привязанности И наблюдать за всеми этими историями Из жизни класса Рите весьма любопытно Любопытство Риты не праздное Ее сочинение по литературе лучше и в городе Она пишет рассказы, которые даже печатают в совместной газете Произведения Елены Габовой Всегда путешествие в мир школьных лет Поэтому ее герои близки читателям И вечные проблемы, о которых рассказывает писательница Очень понятны, злободневны Для тех читателей, кто хоть раз обратился к ее творчеству А если и вас заинтересовало ее творчество То вы можете начать свое знакомство С литературными произведениями, которые находятся в нашей библиотеке С литературными произведениями, которые находятся в нашей библиотеке